Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы погрузимся в загадочный и завораживающий мир океанов, где обитают истинные гиганты подводного царства. Вы когда-нибудь задумывались, какие тайны скрываются в глубинах морей? В этом видео мы познакомим вас с величественными созданиями, которые не только поражают своим размером, но и удивляют своей красотой и уникальными способностями. От величественных синих китов и кашелотов до таинственных кальмаров и фантастических сельдяных королей. Каждый из этих обитателей океана имеет свою историю и значение в экосистеме. Приготовьтесь к захватывающему путешествию по подводным глубинам. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одного нового видео на нашем канале. А теперь поехали! Сельдяной король или обыкновенная ремень рыба. Эта пелагическая рыба встречается в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов на глубинах до 1000 метров. Она внесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая длинная из ныне живущих костных рыб. Тело сельдяного короля имеет ремнеобразную форму. Например, при длине 3,5 метра ширина туловища может составлять около 5 сантиметров. Но это не предел. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал длины в 11 метров. Максимальный зарегистрированный вес – 272 килограмма. Тело сельдяного короля имеет серебристо-белый оттенок, голова синеватый, плавники – ярко-красный. Кроме того, у этого животного нет чешуи, его тело покрыто костными бугорками. Сельдяной король питается ракообразными кальмарами и мелкой рыбой. Интересно, что эта рыба практически никогда не поднимается к поверхности, где ведется лов. Согласно ряду поверий, она может появляться людям перед стихийными бедствиями, землетрясениями или цунами, предвещая природные катаклизмы. Японский краб-паук Самое большое членистоногое на планете обитает в Тихом океане у побережья Японии на глубине от 50 до 300 метров. Особенно выдающиеся особи имеют более 3 метров в размахе первой пары ног и вес около 20 килограммов. Да, ноги у них длинные, но слабые и уязвимые. Панцирь этого подводного монстра или, как принято называть его по-научному, карапакс, может достигать более 45 сантиметров в диаметре. Интересно, что к 10-12 годам японские крабы-пауки вырастают до своих максимальных размеров, и с тех пор их рост резко замедляется. А вот ноги у них продолжают расти на протяжении всей жизни, поэтому чем особь выше, тем она больше смахивает на паука. Если вам любопытно, то данный вид крабов в пищу непригоден. А все потому, что, обитая на больших глубинах, на дне океана, он питается только падалью, которая придает мясу горький привкус. Тем не менее, японский краб-паук используется в пищевых, научных и декоративных целях. Часто содержится в крупных аквариумах. Манта или гигантский морской дьявол. Это крупнейший из существующих ныне скатов. Ширина тела отдельных особей достигает 9 метров, а масса 3 тонн. Манты распространены в субтропических и тропических водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Грудные плавники подводных великанов выполняют функцию крыльев, хвостовые задают направление движения, а сдвинутые в трубочку головные плавники являются руками, направляющую пищу в рот. Внешне они напоминают рога, и именно им эти скаты обязаны своим прозвищем морской дьявол. Манты очень умные животные. Знали ли вы, что они были первыми рыбами в мире, прошедшими зеркальный тест, узнали себя в зеркале? Раньше бытовали легенды, что манты охотятся на людей, обнимая их своими крыльями, увлекая на глубину и пожирая. Позже выяснилось, что все эти домыслы лишены оснований. Манты питаются исключительно зоопланктоном и молодью рыб. Единственная опасность для людей состоит в том, что выпрыгивая из воды, скат может придавить человека своим весом. Морской слон Это род хищных млекопитающих семейства настоящих тюленей. Своим названием они обязаны хоботообразному носу и большим габаритам. Хобот есть только у самцов и выполняет он две важные задачи. Во-первых, в период брачных игр он привлекает самок, используется как резонанс, при грозных рыках и как устрашающий элемент. Во-вторых, это помогает им дышать. В природе есть всего два вида морских слонов. Северные, что обитают на североамериканских берегах, и южные, что населяют берега Патагонии и субантарктические острова. Название «своё морские слоны» оправдывают на 100%. Они настолько огромны, что, кроме как слонами, их нельзя сравнить ни с чем. Самцы вырастают в длину до 6 метров и весят до 4 тонн. Самки несколько мельче своих мужчин и редко вырастают больше 3 метров. Крупные габариты играют важную роль в жизни морских слонов. Большой объём крови позволяет им запасаться кислородом, и за счёт этого они могут задерживать дыхание более чем на полтора часа и нырять на глубину до 1400 метров. Гигантский кальмар или Аркитеутис. О гигантском кальмаре ходили легенды с давних пор. В народе его даже прозвали Кракеном. Но никто не знал, существует ли он на самом деле. Это было самое загадочное животное в океане, если не во всём мире. Большая часть информации о гигантском существе получена при обнаружении туш, плавающих в океане или найденных в брюхе кашелотов. Первое фото живого гигантского кальмара было сделано лишь в 2004 году у берегов Японии, а первое видео — в 2006 году. Гигантские кальмары живут во всех океанах планеты, их длина может достигать от 12 до 14 метров, а вес — до 270 килограммов. Некоторые моряки заявили о том, что видели гигантских кальмаров длиной в 20 метров, но это лишь слухи. Обитая на глубине 400-1000 метров, эти кальмары населяют самые глубокие и тёмные места в мире. Никто не знает наверняка, как долго они живут, как находят партнёров, как мигрируют, где откладывают свои яйца, издают ли они какие-либо звуки. Проще говоря, гигантский кальмар остаётся загадкой. Китовая акула Китовая акула — крупнейшая из существующих в настоящее время видов акул, а также самая большая рыба в мире. Её диаметр достигает по меньшей мере 12-14 метров, в отдельных случаях даже 20, а максимальный вес достигает 20 тонн и больше. Помимо огромного размера, китовая акула отличается приплюснутой формой головы и характерным окрасом. Она имеет коричнево-серую окраску, при этом живот более светлый, а спина покрыта светлыми полосками и пятнами. Китовая акула, в отличие от большинства других акул, питается только планктоном, отцеживая корм из воды с помощью особого цедильного аппарата, образованного жаберными дугами. Эта рыба большую часть времени держится близ поверхности воды, плавает она очень медленно, обычно не быстрее 5 км в час, и отличается крайне вялым и апатичным нравом, поэтому не представляет никакой опасности для человека. Китовая акула встречается в тропических и субтропических водах океанов по всему миру. Она мигрирует в поисках пищи и партнеров для размножения, а ее перемещения на протяжении года могут охватывать огромные расстояния. Кошелот Кошелот – гигант среди зубатых китов и самый крупный хищник в океане. Среда обитания у кошелота широкая. Встретить его можно как среди арктических вод, так и близ экватора. Взрослые самцы достигают в среднем 20 метров длины и массы 50 тонн. Кошелоты живут группами, размер стаи может достигать тысячи особей. Питаются головоногими моллюсками и рыбой, в том числе и акулами. Взрослая особь потребляет до тонны пищи в сутки. Обратите внимание, что кошелоты не похожи на других китов. Прежде всего, они выделяются своей огромной прямоугольной головой, которая составляет треть всей длины тела. В среднем 6-7 метров. Хотя у кошелотов есть огромные зубы и весом примерно 1 кг каждый, они не используют их по прямому назначению. Добычу киты проглатывают целиком. Конечно, у животных таких габаритов и близко нет естественных врагов. Кроме человека. В прошлом этот кит являлся важнейшим объектом китобойного промысла. Поголовье кошелотов сильно сократилось, однако в настоящее время оно медленно восстанавливается. Финвал. Финвал – близкий родственник синего кита. Он достигает от 20 до 27 метров в длину, а весит часто более 70 тонн. Он намного стройнее, легче и пластичнее синего кита. Характерный внешний видовой признак финвала – асимметрия окраски боковой части головы, нижняя правая челюсть на четверть белая, как живот, а с левой стороны она вся темная, как голова. Питается шустрый великан мелким планктоном и рыбой, а жить может более 100 лет. Финвалы встречаются во всех океанах, однако избегают прибрежных регионов, поэтому люди долгое время не знали этих обитателей подводного мира и обнаружить их удалось только в 19 веке. Конечно же, людей быстро заинтересовало промысловое значение животных, и так началось активное истребление финвалов. Сейчас действует запрет на охоту, поэтому за последние годы удалось повысить их численность. Арктическая цианея Огромная медуза – просто гигант подводного мира и самое длинное животное из всех ныне живущих на Земле. Она даже больше синего кита, так как морское млекопитающее редко превышает в длину 30 метров, а для цианеи даже 35 метров еще не предел. Самый большой экземпляр этой медузы, которую смогли измерить ученый, достигал в длину 37 метров. При диаметре купола – более 2 метров. Щупальца этого создания собраны в 8 пучков. Каждый из них включает 60-120 отростков разной длины. В середине загущенного купола располагается рот, вокруг которого расположены ротовые лопасти, имеющие насыщенный малиновый оттенок. Арктическая цианея питается зоопланктоном, мелкой рыбой и грибневиками, а иногда может даже полакомиться своими сородичами. Цианея встречаются в водах Северного Ледовитого океана и в северных районах Тихого океана в самые холодные зимние месяцы. Они редко опускаются ниже 42 градуса северной широты и полностью отсутствуют в водах Южного полушария. Синий кит Это животное по праву занимает первое место среди великанов подводного мира и, вероятно, является крупнейшим млекопитающим из всех когда-либо существовавших на Земле. По сравнению с самым крупным динозавром, Патаготитан майором, достигавший 37,2 метров и весившим около 77 тонн, синий кит пусть и достигает меньшей длины, до 33 метров, но его вес может значительно превышать 150 тонн. Естественно, чтобы поддерживать такую фигуру, синему киту необходимо как следует питаться. Он съедает более миллиона калорий ежедневно. В составе корма у него преобладают мелкие рачки, образующие массовые скопления, так называемый криль. Синие киты встречаются практически во всем мировом океане. Они любят плавать в одиночестве, хотя иногда и путешествуют группами по 2-3 особи. Морские гиганты занесены в международную «красную книгу» и относятся к вымирающим животным, так как с начала 20 века бесконтрольный китобойный промысел привел к катастрофическому сокращению их популяции. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях размерами какого подводного великана вы были шокированы.